Вступили в силу новые, усложненные правила въезда в шенгенскую зону для граждан России. Визовый сбор увеличивается с 35 до 80 евро. Срок обработки заявлений может длиться до полугода. Для подачи заявлений будет требоваться предоставить большее количество документов. С нового года пособие по безработице ХАРД-4 заменит новая помощь от государства. По плану Федерального министерства социальных дел гражданин Германии сможет получать стандартную ставку пособия в размере 502 евро в месяц. Это касается одиноких взрослых получателей государственных выплат. Взрослые жители ФРГ, которые живут в партнерстве, могут рассчитывать на пособие в размере 451 евро в месяц. Увеличивается стандартная ставка с января и для детей. К другим темам. Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемер сообщил, что немецкие фермеры, пострадавшие от кризиса, получат более 134 миллионов евро из государственного бюджета. Это позволит покрыть до 40% потерь. Больше всего финансирование предназначено свиноводческим фермам. Государственная ассоциация пекарей и кондитеров Берлина и Бранденбурга назвала ситуацию в отрасли очень серьезной. На сегодняшний день почти 70% пекарен столичного региона используют газ для своей работы. В некоторых случаях цена на него выросла в 8 раз, поэтому есть большая вероятность, что та или иная небольшая компания вынуждена будет закрыться, не справившись с затратами. Многие пекарни уже сокращают часы работы и ассортимент хлеба почти в два раза. Субтитры создавал DimaTorzok